выехали на очередную охоту необычный случай идем искать и охотиться на ежей прокололи мы колеса 7 дырок было на две машины и будем сейчас идти с металлоискателями везде где мы ездили прозванивать и искать что да где взяли два металлоискателя и будем все шерстить надо найти закладочку есть первая находочка барана видно заточенная но пока один надо кругом еще походить посмотреть явно не упавшая ничего не трогай не трогай что мертву тогда сейчас пометим это и будем вызывать органы давай дальше пойдем пойдем ты просто позвони что уже нашли все пометочку сделали чтобы не наехали и вот в кустиках стоит вот вещи ориентир куча здоровая чтоб он сам ориентировался чтоб самому не наехать да 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 вот под кустам проехал и все сейчас надо аккуратно где-то в ближайшем будущем должно быть еще сто процентов еще одну находочку нашли еще одного ежа заточенный но сейчас увеличу чуть-чуть вот значит смотри мы же сюда проехали да 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 ну лишь этот коротенький может ну и плюс тут колея можно чуть левее чуть правее одним колесом можете прошли вот этот потоньше вот еще один не зря дошли точно кости все закончилось наше путешествие ежей собрали в последнее время есть честно такие пакости становится все чаще чаще и становится чуть ли не обыденность я конечно видел осенью ролик выходил у человека санкт-петербурга как они прямо коллективом ходят перед началом сезона по своим угодьям собирают ежей чуть ли не две корзинки собирают разных помех для движения транспорта теперь по ходу это и до нас добралось первый случай был в называйском районе на госфонде человек с нашей компании про порезал прямо порезы были по два сантиметра на двух колесах чуть ли не ушли полностью шины в утиль и это возле утильного места скажем так там даже не козлиные тропки где куда за копытом ездит а возле утиных мест казалось бы кому это надо устанавливать но такое было здесь такое случилось мы колеса прокололи мы думали когда мы все починили что все нормально но на следующий день колеса у нас поздувала оказывается это не мы так плохо починили а было по два то и по три отверстия в шинах и соответственно колеса спускались но мы подкачали добрались до шиномонтажа там все починили на этом вроде все закончилось еще было приключение в этом же приписном охот хозяйстве один человек человеком трудно его назвать недоносок переносок других слов нету мусор свой взял и просто высыпал в кормушку для кабанов просто мусорный пакет вытряхнул все содержимое там таблетки какие-то лекарства домашний обычный мусор в корыто в лесу куда сыпется прикормка для кабана полная прикормка была мусора когда все это убирали в этом самом мусоре нашли документы с фамилией этого самого человека созвонились и предъявили ряд ему претензий ну по этому вопросу там идет разбирательство скажем так человек сам себе выкопал большую яму еще был один момент с мусором это было год назад у нас на открытие охоты называйском тоже районе мы нашли озеро на госфонде приехали недели за две туда посмотреть где заходы где что потому что мы с другого края озера заехали там была полянка вы выкашенная люди приехали до нас выкосили такой участок 10 на 10 метров все выкашено лежат дрова как бы ну все мы вставать не будем рядом мы отошли там 50 метров и решили встать тоже на этом же самом проходе но на обычной траве каково было же наше удивление когда мы приезжаем за день до открытия накануне и видим что этот участок вот ровно где выкашена трава он засыпан мусором как будто два мешка абсолютно больших белых из-под сахара кто-то специально привез туда и чисто на этом участке все просто раскидано на территории вот 10 на 10 метров весь обычный домашний мусор который собирается ведре мы как стали таки стояли рядом приехали люди которые косили это место подготавливали на нас посмотрели мы соответственно сказали что это не мы да и зачем бы нам самим под боком выбрасывать этот мусор мы его дружной компании весь собрали сожгли утилизировали и эти люди даже сказать чтоб не мешать друг другу они отъехали еще 50 метров и они спокойно сидели мы спокойно сидели и никакого конфликта но есть все-таки такие люди недоноски которые свой мусор не хотят куда-то доносить они привезти то на охоту могут его привезти а вот донести его до мусорного ведра уже не могут это бы если не могли а это специально привезти мусор и напакостить в кормушку высыпать либо на место кто кто-то выкосил как будто приготовил себе для охоты участок говорит ах вы заняли тогда мы вам тут свалку обустроим но это позор какой-то не знаю это же тоже делают охотники обычному человеку который живет там фермер не знаю который не связан с охотой грибники лесники там да им без разницы ну кормите вы зверей кормите он никогда не будет приходить специально сыпать какой-то мусор в эти кормушки или гадить территорию где приготовили подобрались подкосили траву а тем более как в этих случаях закапывать шипы закапывать устройство чтобы резали люди колеса а если это происходит зимой в мороз и у человека нету ремкомплектов ему надо идти вот сегодня мы прошли восемь с половиной километров чтобы найти крайний шип а если это человек приехал в минус 30 а он дойдет в минус 30 до трассы до деревни которая еще там километров 10 после свертка это же может привести к очень большим последствиям не знаю при этом люди вот где копали эти шипы они не строят препятствий путевку на зайца можно купить на косулю можно купить пожалуйста никаких запретов нету берите путевку официально охотитесь препятствий нету но люди все таки не знаю свое мнение о нем что он тут бог и царь не знаю найдутся другие методы воздействия вплоть до физических наверное наказаний кто-нибудь когда-нибудь применит к ним вот такие вот дела расскажите как у вас бывают ли такие случаи пакости нет укажите регион обязательно хочется почитать европейской части вроде такое происходит но у нас сибири я пока не слышал на этом все не будем о грустном будем охотиться дальше будем кормить зверушек ездить на охоты получать от этого удовольствие все всем спасибо всем пока